Смотри в оба. Программа о новостях и пропаганде о фейках и манипуляциях. В студии Андрей Черкасов. Здравствуйте. В ближайшие полчаса о том, что обсуждали СМИ на этой неделе. Сегодня в выпуске. Операция «Шлюз». Нелегальные мигранты в Беларуси штурмуют границы ЕС. Реакции европейских медиа и белорусской госпропаганды. Прививка из-под палки. Мировые СМИ обсуждают аргументы сторонников и противников обязательной вакцинации от ковида. Птичку жалко. Американские консерваторы обвинили создателей шоу «Улица Сезам» в пропаганде вакцинирования. Государственная провокация, спланированное нападение и неприкрытый шантаж. Политики и СМИ, граничащих с Беларусью стран, не стесняются в выражениях, когда речь заходит о серьезном миграционном кризисе у своих рубежей. Литва вводит чрезвычайное положение. Официальные лица в Латвии заявляют, что режим Лукашенко действует как разбойники и бандиты, а Польша может закрыть границу. Прорвать польско-белорусский кордон на этой неделе попыталась колонна из несколько сотен беженцев. Минские власти называют их простыми туристами, привозят их в республику тысячами из Сирии, Ирака, Афганистана и Йемена. Помогают добраться до границы и при этом делают вид, что к обострению ситуации никак не причастны. Евросоюз заявляет, что Лукашенко развязал гибридную войну, и мигранты лишь инструмент в его противостоянии с Западом. Реакция мировых и белорусских медиа на кризис, который может обернуться гуманитарной катастрофой. Миграционный кризис в Европе. Толпы мигрантов штурмовали польскую границу со стороны Беларуси. У польской границы собрались тысячи мигрантов. Медиа разных стран от Австралии до Канады внимательно следят за миграционным кризисом, за тем, как тысячи людей прорываются в Евросоюз. Государственные медиа, поддерживающие Лукашенко, даже не пытаются объяснить своей аудитории, как иракцы или афганцы оказались в Беларуси. Просто обвиняют в их страданиях коллективный Запад. Вот она угроза НАТО и ЕС. Маленькие дети, которые вынуждены покинуть дома в родных странах и пойти к тем, кто забрал у них последнее право на мирную жизнь. Многие в этой толпе не ели и не пили несколько дней. Любой шаг навстречу европейской мечте встречали насилием с той стороны. Никакого милосердия в ответ. Инвалиды, беременные женщины неважно. Там очень много детей, очень много женщин. И поляки всю ночь там включали различные речевки типа «идите домой». Плюс светили прожектора. Людям просто не давали спать. Пропагандисты забрасывают белорусов историями о больных детях и беременных. Обвиняют поляков в геноциде и фашизме. Человеческая трагедия, на которую польские силовики взирают с равнодушием. Ад на земле или геноцид 21 века – так называете условия, в которых находятся мигранты. Ситуация на границе Белоруссии и Польши действительно сложная. Между двух огней застряли мигранты, большинство из которых бежали от войны и бедности на Ближнем Востоке и в Африке. С одной стороны белорусские военные гонят их к границе, с другой – поляки, которые не пускают на территорию ЕС. В Польше и большинстве других стран в эскалации кризиса обвиняют Александра Лукашенко. Медиа пишут, что вместе с Россией он и раньше использовал потоки мигрантов для давления на другие страны. Называют это операцией «Шлюз». По последним данным, эта группа находится под постоянным строгим контролем вооруженных белорусов. И именно последний решает, кто и в каком порядке будет двигаться по этой дороге. «Ситуация на границе может обостриться и дойти до вооруженных столкновений. Такого конфликта и ожидает режим Лукашенко». «По слухам, белорусские пограничники дают молодым мигрантам амфетамины, чтобы подготовить их к предстоящей схватке». «Лукашенко манипулирует этими людьми, использует их в качестве инструмента для геополитического давления. Он принимает самолёты и обещает мигрантам безопасный и быстрый путь на территорию Евросоюза». В ответ на миграционный кризис Европейский Союз обсуждает новые санкции против режима Лукашенко. За ЕС могут последовать и Соединённые Штаты. Глава белорусского МИДа Владимир Макей был срочно вызван в Москву. Именно так отдельные независимые СМИ написали о начале двусторонних консультаций по проблеме мигрантов. В Кремле хоть и заявляют, что кризис – вопрос отношений между Польшей и Белоруссией, но, конечно, готовы помочь. О возможной роли России в обострении ситуации заявляют многие европейские политики. К примеру, премьер-министр Польши или бывший глава литовского МИДа Линас Линкявичус. Он написал в Твиттере, что все действия белорусских властей проводятся при участии России, которая наслаждается ролью главного пассажира практически во всех кризисах, который сама и инспирировала. «Европа заявляет, что Россия пытается ее дестабилизировать. Как? Направляя в Европу волну за волной мигрантов». «Кремль демонстративно поддерживает своего союзника – диктатора Александра Лукашенко – и все глубже вбивает клин между Белоруссией и Евросоюзом». «Мы расширим санкции против режима и присмотримся к авиалиниям, которые свозят людей в Минск. Мы подумаем о санкциях против этих компаний за соучастие в торговле людьми». Ангела Меркель решила повлиять на Александра Лукашенко через Владимира Путина. Российские провластные СМИ, словно вторя своим кремлевским кураторам, заявляют, что без Москвы ситуацию не решить. «Как мы помним, прошлый миграционный кризис 2015 года стал серьезным вызовом для Брюсселя и практически расколол Европу». «Ангела Меркель, оказывается, сама позвонила по телефону Владимиру Путину». «Меркель попросила российского лидера вмешаться в ситуацию и повлиять на Минск». «Польские радикальные политики настаивают, душить всевозможными рестрикциями нужно не только Белоруссию, но и Москву». «Власти Евросоюза хотят ввести санкции против аэрофлота из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе». Насколько объективной можно считать информацию о положении на границе, поступающую в подконтрольные белорусские и российские медиа? Что СМИ режима Лукашенко рассказывает о туристах с Ближнего Востока? Каково отношение самих белорусов к мигрантам? И ведется ли хоть какая-то социология по этой теме в стране? Говорим об этом с одним из руководителей независимой ассоциации белорусских журналистов Борисом Горецким. Борис, когда речь идет о чрезвычайной ситуации, к которой относится миграционный кризис, необходимо журналистское присутствие. Есть ли белорусские журналисты на границе, как независимые, так и провластные? И что они передают в эфир? «К сожалению, независимым журналистам практически нереально сейчас попасть к белорусской границе, потому что вместе с мигрантами возле границы находится большое количество силовиков». «В лагере беженцев на белорусско-польской границе утро люди проснулись, они спали». «Магандисты, государственные журналисты государственных изданий и белорусских, и российских, они, конечно, есть на месте событий. Они передают видео, как мигранты пробуют прорваться в Польшу, выходят в эфир с лагеря этих мигрантов, Russia Today, белорусская телерадиокомпания, наше государственное информагентство Билта. Но они присутствуют, они довольно плотно следят за тем, что происходит в этом районе». Если говорить о столкновениях на границе, о том, что мы видели на этой неделе, каков главный нарратив пропаганды? «Главный нарратив пропаганды, и это очень много раз подчеркивается во всех материалах, что среди мигрантов очень много женщин и детей, просто вот это слово «женщины и дети», оно звучит в каждом сюжете по несколько раз. «Детские слезы, костры, гортанный крик, плач женщин». «И второй нарратив – это то, что мигранты не хотят в Польшу, они хотят в Германию, они хотят мирной жизни и просят их мирно пропустить. А поляки, вот они такие плохие, они воздействуют своим присутствием, они постоянно какую-то крутят запись о незаконности пересечения границы». «Мигранты ведь не сразу из аэропорта попадают на границу с ЕС. Какое-то время они проводят в белорусских городах. Рассказывают ли об этом СМИ?» «Белорусы видят эту ситуацию своими глазами в городах, когда у нас на рынках стоят очереди за резинными сапогами, скупают спальные мешки, палатки, продукты питания. Ну да, белорусы видят объективную картину и своими глазами, и в интернете. Если для независимых изданий присутствие большого количества мигрантов в Минске и других городах – это серьезная новость, ну как и вообще для белорусского общества. И независимые издания постоянно делают репортажи, передают видео, фотоматериалы». «Продолжением политического шантажа». «Если брать государственные медиа, то они стараются не замечать вот этот миграционный кризис. Такое ощущение, что перед государственными медиа поставлена задача или вообще об этом не говорить, или наоборот показывать картину, что все хорошо с мигрантами. Да, невозможно есть, но они не нарушают общественного порядка». То есть власти и государственные СМИ не смущают, что среди этих мигрантов под видом беженцев из Сирии или Ирака могут быть и люди, которые участвовали в боевых действиях, в террористической деятельности. «Да, об этом никакой речи не идет, и вообще складывается впечатление, что государственные СМИ специально закрашивают, делают красивую картинку». Но вот в такой ситуации не секрет, что в Беларуси уже давно отсутствует независимая система изучения общественного мнения. Когда отсутствуют соцопросы на эту тему, можно ли как-то оценить отношение общества к мигрантам и к кризису на границе? «Ну, это очень тяжело оценить, просто потому что белорусское общество сейчас серьезно запугано. Я сегодня говорил много со своими коллегами из Минска, и не только журналистами, но и просто друзьями. И даже звучит такой тренд, что мы боимся о политике не только говорить, но даже и думать. Сейчас, наверное, в белорусском обществе прямо открыто критиковать или высказывать такое, не знаю, критическое мысленное, мало кто на это решится. Просто потому что даже за комментарии в интернете у нас очень много людей сидят в тюрьме. И после перестрелки в Минске, когда сотрудник КГБ был убит ответным огнем человека, к которому силовики ворвались в квартиру, более 200 человек были задержаны за комментарии в интернете, и они до сих пор находятся в следственном изоляторе. Поэтому сейчас оценить социологию очень тяжело, тем более, что даже если бы и была такая социологическая служба, вряд ли бы люди на улице согласились бы правдиво делиться своим мнением. Борис, спасибо вам большое. Благодарю за интервью. Далее в программе. Птичку жалко. Американские консерваторы обвинили создателей шоу «Улица Сезам» в пропаганде вакцинирования. Страсти по контрстрайку, спор о драке в Ватутинках и идеальной городничьей России. Обзор тем социальных сетей за неделю. Прививка по принуждению. Главный санитарный врач Санкт-Петербурга ввел обязательную вакцинацию от ковида всех жителей северной столицы старше 60 лет. Обязательная вакцинация в России ранее вводилась для работников общественного транспорта и разных сфер услуг. Правда, серьезно улучшить ситуацию в борьбе с коронавирусом не получилось до сих пор. Свыше тысячи летальных случаев в сутки. Такова теперь печальная российская статистика. Заставить людей прививаться не получается и в других странах. Аналогичные меры не срабатывают ни в Новой Зеландии, ни в США, ни в государствах Центральной и Восточной Европы. С наступлением осенне-зимнего периода число заболевших снова серьезно пошло вверх. Притом именно антипрививочники чаще других попадают в палаты интенсивной терапии. Несмотря на все уговоры властей, многие из них принципиально не хотят вакцинироваться, а медиа и общество продолжают спорить, стоит ли их принуждать. Несмотря на культурные и экономические отличия, разные подходы и бюджеты, все страны мира сейчас стоят перед одинаковой проблемой. Как убедить людей вакцинироваться от COVID-19 и при этом не навредить гражданским свободам? Единого решения нет, точно так же, как и не было его с карантинными ограничениями в начале пандемии. Медиа обсуждают решения властей и внимательно следят за тем, что делают другие страны. Новые правила по обязательной вакцинации коснутся ошеломляющего количества людей. 84 миллиона – это две трети рабочей силы США. Сегодня последний день, когда невакцинированные сотрудники, не имеющие противопоказаний, могут работать в домах престарелых в Англии. Это же правило касается всех людей, которые посещают дома престарелых – соцработников, продавцов, терапевтов. Коста-Рика стала первой страной, где вакцину от коронавируса включили в список обязательных детских прививок. Юридически никто не принуждает нас к вакцинации, но ограничения вводятся. В детской больнице в Торонто ввели обязательную вакцинацию для сотрудников почти два месяца назад. В Австрии большие изменения. Теперь без сертификата вакцинации там никуда не пускают. Похожая ситуация в нескольких землях Германии, а также в Украине. Медиа в основном поддерживают массовую вакцинацию, а вот общественное мнение разделилось. Единой картины нет. В каждой стране свое отношение сторонников и противников обязательных прививок от коронавируса. В Финляндии, например, и за, и против выступают почти одинаковое количество людей – около 40%. В Украине – за обязательную вакцинацию около четверти опрошенных. Против – вдвое больше. Мы спросили, нужно ли делать вакцинацию от COVID-19 обязательной в общественных школах США. Большинство, 41%, полностью одобряют эту идею, 20% в основном одобряют, а еще 27% категорически против. Категорические противники обязательной вакцинации делают все возможное, чтобы отстоять свою точку зрения. Десятки тысяч людей прошли маршем к зданию парламента, выступая против законов о предотвращении пандемии и массовой вакцинации. Противники вакцинации перекрывают дороги в правительственном квартале, периодически вспыхивают конфликты, доходят до стычек. «Профсоюзы Нью-Йорка организовали протест после того, как городские власти обязали вакцинироваться всех работников образования, а спортзалы, рестораны и театры начали требовать наличия прививок». Под натиском борцов за гражданские права власти некоторых регионов идут на попятный. «Федеральный апелляционный суд временно заблокировал решение администрации Байдена о том, что миллионы работников здравоохранения должны быть вакцинированы или проходить еженедельное тестирование». «Правительство Квебека отказалось от требований обязательной вакцинации для работников здравоохранения. Вместо этого решили проводить обязательное тестирование три раза в неделю». Между тем, конца пандемии не видно. С начала 2019 года коронавирусом в мире заразились более 250 миллионов человек. Более пяти миллионов умерли. Министерство здравоохранения Чехии на этой неделе запустило новую шокирующую рекламу вакцинации от коронавируса. На рекламных баннерах в социальных сетях и на интернет-сайтах фотографии умирающих или уже скончавшихся от ковида пациентов реанимации. Власти посчитали, что пора показать людям реальную картину опасной болезни и наглядно продемонстрировать жителям, какому риску они подвергают не только себя, но и близких, отказываясь прививаться. «Они поверили дезинформации. Под таким слоганом началась новая кампания в поддержку вакцинации, в которой Министерство здравоохранения использовало настоящие фотографии из чешских больниц». Иным способом решили действовать в США. Реклама прививок для детей дошкольного возраста накануне ввода в оборот вакцины для категории 5+. Большая птица из популярного детского шоу «Улица Сезам» укололась, о чем и сообщила своим поклонникам. Все бы ничего, но республиканские сенаторы и антипрививочники возмутились. Мол, создатели передачи с подачи демократов покусились на святое. Могут ли персонажи детских программ заниматься пропагандой, даже если это пропаганда здоровья? Американские СМИ и соцсети спорят о твите «Большой птицы» и персонажа шоу «Улица Сезам». Спорят на высшем уровне. Подключился даже официальный аккаунт президента США. Твит легендарной «Большой птицы» из «Улицы Сезам» вызвал бурные споры. Аккаунт вымышленного персонажа сообщил, что птица получила прививку от ковида, «Крыло немного болит, но укол защитит и ее, и окружающих». Сенатор Тед Круз негодует. Он назвал твит «государственной пропагандой для пятилеток» и наговорил еще много всего. К нему присоединились другие республиканцы. Вы сейчас видите их сообщения на экране. Не хочу зачитывать и привлекать к ним лишнее внимание. Консервативные медиа и авторы обвиняют шоу в промывании мозгов беззащитной аудитории. Некоторые даже заявляют, что «Большая птица» и ее создатели – коммунисты, то есть враги Америки. Я говорил вам еще 15 лет назад, что улица Сезам – это кучка коммунистов. Могу подписаться под этим заявлением и сегодня. Пропаганда вакцинации направлена не на родителей, чтобы они могли принимать решения, а напрямую на детей. По-моему, нет доказательств, что вакцины работают на птицах или куклах. А если серьезно, неприятно видеть, что любимых персонажей твоего детства используют для пропаганды. На самом деле, американские звезды и улица Сезам не впервые агитируют за вакцинацию. 50 лет назад, например, шоу призывало детей делать прививки от кори. Если вы смотрели «Улицу Сезам», то вы знаете, что шоу всегда продвигало меры по охране здравоохранения. «Большая птица» рассказывала о своей прививке от кори еще в 1972 году. Мы говорим о кукле. Тед Круз спорит с куклой. По-своему, это прекрасно. Столкновения сенатора и двухметровой птицы активно обсуждают не только из-за его абсурдности, но и потому, что Соединенные Штаты как раз разрешили вакцинацию детей от 5 до 12 лет. Улица Сезам пыталась успокоить маленьких пациентов, а консервативные политики сыграть на страхах их родителей и снискать одобрение сомневающихся избирателей. В социальных сетях на этой неделе много спорили о том, кто же победил на чемпионате мира по компьютерному контрстрайку – украинская команда или российская? Притом, команда-то одна и та же. В словесную перепалку вступили глава Чечни Рамзан Кадыров и главред Арти Маргарит Симонян из-за столичной драки с участием лиц неславянской национальности. А еще в Рунете посмеялись над итогом соцопроса ко дню российской полиции. Каков же он идеальный российский городничий? Все подробности в обзоре социальных сетей от Ольги Бешлей. Ватутинке – типовой район Новой Москвы, когда-то и вовсе Московская область. Четыре человека напали на мужчину с ребенком. Произошла драка – рядовое событие. Но из-за драки в Ватутинках на уши встал весь Следственный комитет России и чуть было насмерть не разругались глава Чечни Рамзан Кадыров и руководитель главного пропагандистского телеканала России Арти Маргарита Симонян. А все почему нападавшие были, как принято писать в объявлениях о сдаче квартир, неславянской национальности. Все эти приезжие и лица кавказской национальности допрыгаются, что в стране опять ведут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро, как проверяли меня, когда я понаехала из Краснодара в Москву 20 лет назад. Мне, как и любому кавказцу, уже надоело это вечное обвинение по любому, даже маленькому, происшествию. Весь интернет за пару дней заполонили заявление о неподобающем поведении всех без исключения кавказцев, причем даже из уст, казалось бы, политически грамотных людей, называющих себя патриотами государства. Трое из четверых задержанных – уроженцы Азербайджана, которые еще в детстве получили гражданство России. Еще один фигурант дела – из ближнего зарубежья. Среди возмущенных дракой в Атутенках далеко не только Маргарита Симоньян. Политик Сергей Миронов даже предложил вернуть регулярное патрулирование городских улиц. Но именно несовпадение мнений Кадырова и Симоньян, которые обычно демонстрируют на публике нежную дружбу, добавило дискуссии остроты. В соцсети вспомнили, что Кадыров любит заставлять своих оппонентов приносить извинения. Эммануэль Макрон. Маргарита Симоньян получила политическое убежище во Франции и находится в полной безопасности. Вы за Рамзана Симоньян или за Маргариту Кадырову? Как понять, что политическая дискуссия в стране полностью выродилась, когда о серьезных вещах могут безнаказанно говорить только Кадыров да Симоньян? Кадыров поговорил с Симоньян по телефону, и они помирились. А вот активистка и поэтесса Дарья Сиренко попыталась поговорить о ксенофобии в своем фейсбуке. Она написала текст о том, что когда преступления совершают типичные россияне, их национальность никто не указывает. После этого Сиренко подверглась травле. Волнующие вопросы национальности с московских улиц переметнулись и в киберспорт. Команда «Нави» победила в мировом турнире по компьютерной игре «Каунтерстрайк» и выиграла 1 миллион долларов. В ее составе были русские и украинцы, из-за чего российские СМИ назвали команду «российско-украинской». А депутат Госдумы Виталий Милонов и вовсе заявил, что победили наши парни вместе с украинцами. Откуда вдруг «Нави» – российско-украинская команда? Любители примазаться там, где это выгодно. «Натус Винсеры» – это украинская команда и украинская организация. Не состав определяет принадлежность, а юридическая принадлежность. «Натус Винсеры» – «Нави» – это украинский клуб. Выступать за него могут игроки из любых стран и их гражданство в данном случае значения не имеет. Украинцы сполошились, у них победу отжимают. Россиянам абы что-то украсть. То территорию, то историю, то победы, то унитазы. Издание «Медуза», которое вначале тоже назвало команду российско-украинской, поправило свою новость после волны возмущения в соцсетях. Из хороших новостей – портрет полицейского, который после опросов составила государственная социологическая служба в ЦИОМ ко дню милиции. 57% опрошенных россиян внезапно заявили, что доверяют сотрудникам полиции своего региона. А рядового полицейского они видят опрятным, храбрым и дружелюбным. Остался вопрос – кого же опрашивали социологи? В ЦИОМ забыл спросить, какими словами граждане России обычно между собой называют этих опрятных, работящих и дружелюбных. В ЦИОМ опрос, видимо, среди сотрудников полиции проводили. Вот бы в России были такие полицейские. Телеведущая Ксения Собчак после этой новости в своем телеграм-канале спросила подписчиков, доверяют ли они полиции. На момент подготовки нашего материала 60% из проголосовавших 11 тысяч ответили – нет. На этом пока все. Увидимся через неделю. Будьте внимательны, а главное – здоровы. И смотрите в оба на канале «Настоящее время». До встречи.